Я тут что-то посмотрел сегодня на список новостей и понял, что мы с вами, Оля, мы с вами преступно забросили поповедение, потому что вот эти все педофилические, сутенерские, ковидоразносительные, проделки попов, это не поповедение. Настоящее поповедение, это другая вещь. Вот, например, тоже еще один, если они не согласятся на два мохнатых кокоса и ракету, я имею в виду Роскокосмос, то есть еще одна идея классная, что могло бы быть эмблемой, тем паче, что вот сегодня, если не ошибаюсь, по месяц слову, день тяжелого металла, день хавиметал. Был такой галактион Вологодский, и он ничем не был, дяденька, примечателен, но он очень годится для эмблемы Роскосмоса, потому что единственное, чем он был знаменит, только тем, что с помощью цепи и специального корсета, который он сам соорудил, он приковывал себя к потолочной балке и большую часть дня провел в подвешенном состоянии. Он ел пинц... Невесомость! Да, совершенно верно, при этом православный, при этом парит, можно сказать, над землей, и при этом он галактион, то есть он галактический, Оленька, это же действительно то, что им нужно. Действительно, бриллиант. Но, причем были минуты, конечно, когда галактиону абсолютно осточерцевало висеть, ему надоедало это все. Он отстегивался и шел тусоваться в компанию вот этого тяжелого металла. У него были два корифана, Иван Большой Колпак и Святой Иринар Хростовский. Они периодически устраивали такую тусю, мощную тусю, понтовались друг перед другом новыми моделями вириг, обсуждали, у кого тяжелее, толще и длиннее все эти вириги. Это была такая звенючая, гремучая тусовка. Она была неполной, потому что не хватало группы Гаала. Была такая классная группа хэви метал, Кристиана Эспедаля. По-моему, Гаал, это было его псевдонимом, группа называлась Горгород. А Гаал прославился вот наибольшим количеством железок тоже на теле. И не хватало в этой тусовке группы Кис, которая тоже подхватила, как мы знаем, традиции православного берегоношения в свое время. И довольно долго эту традицию продолжала, когда уже благочестивые российские христиане с ней навсегда покончили. Но вот тогда еще тяжелый металл в эту тусовку не подтянулся к святому Иринарху Ростовскому. Тоже был еще, надо сказать, тот парень. Он когда-то приковался к огромному пню. Но вот сидеть годами на одном месте ему надоело. Цепь была не отсоединить, он выкорчевал пень и ходил всюду с ними подмышкой. Это уже было очень круто, но далеко от своей берлоги он уйти не мог. Поэтому и Галактион, и Иван Большой Колпак, они обычно приходили к нему тусоваться и устраивали там конкурс вережных обновок. А колпак-то что, железный колпак носил? Там был и железный колпак, и войлочный колпак. Там тоже были, ну у него много было верик, которыми он понтовал. Но он всегда проигрывал в этом конкурсе, потому что вообще вот Иринарх делал всех. И по количеству и по весу он вот по монастырской посмертной описи, Иринарх таскал на себе 142 больших медных креста. 20 сожжений толстой цепи, это не минуточка 42 метра. Ножные железные путы, 7 наплечников, 18 медных оковцев, напалечников, которые Иринарх одевал на пальцы исключительно на время молитвы. Железные связи не на поясе, причем у него были будничные и праздничные береги. Праздничные достигали, по оценкам современников, почти 150 килограмм. Но это как почти на всей группе кис. И если у колпака и у Галактиона появлялась какая-то новинка, крутая, очень вережная, там, ну не знаю, железный начревник или железные кружевные чулки, там что-нибудь вот такого типа, то Иринарх всегда вытаскивал главный аргумент святости. Он показывал дружбанам, распахнув рясу, тайные срамные уды, которые были унизаны бронзовыми тяжелыми кольцами. Тут дружбаны затыкались, выпадали в осадок и говорили, ну блин, ты Иринарх, крут, конечно. И вот эта троица металлоломщиков, она долгое время была украшением русской православной церкви. Она вся была канонизирована. Причем, если бы группа Горгород и группа КИС вовремя подсуетились бы и оказались в нужном месте, то, в общем, канонизированы, скорее всего, были бы и они тоже. Потому что вот чего не хватает группе КИС, им не хватает тяжелого металлонимбов настоящих. Они еще лучше бы выглядели. Теперь совсем по-другому выглядит пионерский сбор металлолома. Как-то смотришь на него совсем иначе. И ты понимаешь, что, в общем, наверное, все-таки не надо забрасывать поповедение, потому что остались еще, как выражался Ландаун, он, правда, говорил про баршин, а мы с вами говорим про святых, остались еще неосвоенные святые. И надо, конечно, этот ликбез продолжать, потому что, ладно, там, мирские нормальные неверующие скептики и циники, это одно, да, они, как правило, все знают. Но есть масса православных, которые понятия не имеют о том, какие духовные богатства стоят в себе месяцесловыми митрополита Макария, святки и другая специализированная церковная литература. Вот мы будем периодически их благоговейно и корректно просвещать.